Здравствуйте! С вами Светлана. Сегодня утро, солнечное утро. Вчера у нас погода была и град. Ну, мелкий, но всё равно град. Мелкий град, но сильный, прям вот под наклоном. Сильный-сильный, мы как раз на зрачу поехали. И солнце было ослепительное. И дождь был прям сильный-сильный. Я говорю, месяца боролись за лето. Начало лета, но такое интересное. И сегодня утро, солнечное. И время есть с утра. И решила я отправить нашим победителям, участникам призы. Постельное бельё. Это Ставропольский край. Привет! Привет! Это вам постельное бельё. Я не помню, как звали женщину. Валентина С. Валентина С. У нас написано, мы просто уже написали. Валентина С. Это вам. Потом Галина Малявина, Саратовская область. Это вам бесерный цветок, фиалка. И Екатерина, по-моему, да? Притыкина. Екатерина Притыкина, Ростов-на-Дону, Ростовская область. Это вам. Привет! Это косметический набор там уходовый. И маленький и большой презент от меня. Сейчас поедем на почту. Это всё отправим. Но я думаю, дня 4, наверное, 5. Почта России быстренько отправит. Упаковала. Всё хорошо. Потому что в постельном бельё ещё они будут в конверт упаковывать. Здесь они будут свою ленту наклеивать. Здесь тоже ленту будут наклеивать. Всё будет аккуратно. Фиалку я упаковывала прям хорошо. Забыла. Хотела показать. Ну, какая разница? Я упаковала её прям хорошо. Вот. Здесь тоже с пупыркой всё упаковала. Ну, что, девочки, мальчики, поехали отправлять посылки. И день начинается. Трек. Да. Трек обязательно вышлю сразу же. Как? Вот отправлю. Сегодня отправлю. Мне дадут чек. В чеке обычно пишут трек. Но я говорю для того, кто, может быть, не знает. Все, наверное, знают. И трек я отправлю вам на почту, девочки. А в следующем, в следующем фикс прайсе у нас будет объявлен ещё один розыгрыш. Тоже очень интересно. Интересно, я думаю, для вас. Но опять, девочки, мальчики, кто смотрит, кому интересен мой канал, подписываемся. Вы будете знать о моих видео и будете вы участниками. Потому что, когда идёт выбор победителя, у нас показывает, кто подписан, кто нет. Будет жалко, если вы выиграете, а подписки не будет. Ну, поехали, отправим. Девочки, вот пришла мне посылка почтой России. Это мне прислали на обзор. Показать вам. Рассказать. Я, конечно же, согласилась. Показать и рассказать. Так. Из Белгорода. Это одежда. И, естественно, она будет в обзоре с примеркой. Без примерки никак. Но сейчас просто я вам во влоге хочу быстренько открыть, показать. Запаковано, кстати, прям очень-очень хорошо. Извините, если небольшой будет шум. Потому что бывает, что некоторым шум раздражает. Меня, допустим, шум не раздражает. Я, наоборот, люблю шелест. Когда вот распаковываешь что-то, я люблю шелест этот. Так. Это кубка. Демисезонная. Вот такая. Теперь также ее складываем. И покажу в обзоре, как просил рекламодатель. Моё-моё. Мы опять на даче. Хочу вам показать шиповник. Смотрите, какой шиповник. Ой, он как розочки. Красивый. Люблю шиповник. От него очень пахнет. Вкусно, приятно. И похож он на розы. Некоторые уже вот вянут. Некоторые еще в бутоне. Пчелки летают. Красота. Так, а что у нас здесь еще? Вот ирис. Ирис зацветает. Зацветает ирисы. Вообще-то они у меня синие были. Но я еще и желтый сажал. Поэтому посмотрим, какие будут. И вот уже расцветают у нас... Расцветают у нас пионы. Красивые. А пахнут. Девчонки. Возможно, даже мальчишки. Понюхайте. Так, это хоста. Большой такой. Большой-большой куст. Так, вот этот цветок я не знаю, как называется. Но девочки мне писали. Люпия, по-моему, да? Синяя. А вот здесь у меня не только синяя, но еще и белая. Видите, белая. Перейдем вот на другую клумбу. Там тоже цветут вот такие большие кусты. Здесь поменьше мы разъединяли. Пойдемте посмотрим. Вот большой шикарный куст. Ой, какой он красивый. Он мне напоминает, знаете, вот в поле растут такие красивые, когда выезжаешь на природу. Вот такая вот красота. Ну, здесь тоже хосты. Вот маленький кустик моего. Мы разъединяли. Здесь вот розы. Ну, розы только-только набирают бутон. Прямо только-только. Не знаю, даже видно, нет. Так, пойдемте посмотрим еще хосты. А, вот хосты у меня большая. Большая я такая. Только-только начинаю делать клумбы. Потому что у меня до этого клумб вообще не было. Было все просто в газоне. А сейчас решила я какие-то участки сделать все-таки. Так. Вот начинает, начинает зацветать. Тоже молодая. В прошлом году осенью покупала и сажала. Лилии. Но зашли не всем. Сколько у меня у меня было. Вот. В прошлом году тоже пересаживала. Лилии. Но зашли не всем. Сколько у меня было лилии. И такие крупные были лилии. Красивые. Но почему-то пропали. Не знаю. Но я их не пересаживала. Поэтому, возможно, они постарели. Постарели и пропали. А вот в прошлом году делали новую клумбу. И комары напали. Вот. Но все. Машина уже у нас заведена. Мы уже уезжаем. Я быстро взяла камеру. Показать вам, может быть, что-то новенькое. А вот, смотрите, у нас бутоны у Розы. Потом расцветет, покажу. Ну, а вот и вечер наступил. Ужин. Девочки, готовила быстренько. Некогда было снимать. Поэтому расскажу вкратце. На ужин. Пюре-картошечка с фирменной котлеткой. По моему рецепту. Огуречки и помидорки. Рулет. Мясной. Из дрожжевого теста. И слойки с малиновым джемом. Вам приятного аппетита. И нам приятного аппетита. Ведь приятный аппетит, это всегда на пользу. Ну, вот и мой ужин наступил. Все едят нормальную пищу. А я творог с изюмом и клубникой. В моей такой любимой розовой пиалочке. И в новой кружке. Люблю кружки. Я фанат кружек. Поклонник кружек. И в новой кружке. Чай с лимоном. Не знаю почему, но очень люблю посуду. У меня, наверное, это от мамы передалось. Потому что у нас, у мамы. Когда я жила с мамой. Когда я была еще ребенком. У мамы и у папы. Посуда замечательная. Ну, она и есть, конечно. Но у меня, наверное, от мамы. Любовь к посуде. Люблю кружечки, чашечки, тарелочки. Я не минималист. Я люблю, чтобы было. Знаете, если разобьется. Чтобы я не горевала, чтобы все разбилось в последнее. Я люблю, чтобы было. И люблю разную посуду. Дорогую. Не очень. Но чтобы она была красивая. Чтобы она была приятная. Чтобы из нее было приятно пить. И кушать. Все. Пока-пока. А с вами была Светлана.